Добрый день! Вы смотрите телеканал Самара ГИС на часах 13.05 и пришло время универсального формата. Сегодня тема нашего эфира – День Святых Жен-Мироносец. Спустя две недели, ровно через две недели после Пасхи, отмечается этот праздник. Многие, да и, собственно, это не будет ошибкой, называют его православным женским днем. Что это за праздник, кому он посвящен, кого чествует, кого в этот день благодарят и кому особые почести, мы сегодня будем выяснять. С большим удовольствием представляю вам наших гостей. Это отец Иоанн и отец Николай. Добрый день! Добрый день! Наверное, вам, отец Иоанн, задам первый вопрос. Что же за праздник такой? Что за день? И как вообще, может быть, Церковь отмечает, празднует этот замечательный день? Конечно же, хотелось бы сказать, что дни, которые у нас сейчас проходят, это Дни Святой Пасхи. И мы каждый день друг другу говорим «Христос воскресе!» и слышим в ответ «Воистину воскресе!». Откуда это пошло? Это как раз сегодняшний праздник, он отвечает на этот самый главный вопрос. Когда Христа распяли, и ученики Христова в страхе разбежались и не знали, что будет дальше, что делать, потому что распятие, хоть я об этом говорил Спасителю, оно для них должно было быть чем-то другим, но вот Христос во гробе. Что делать? Первыми ко гробу через день, первый день после субботы, идут женщины, были ученицы Христова, которые как раз от страха не разбежались. Они находились тоже, как и апостолы, в печали от того, что произошло. И когда они пришли ко гробу, они сталкиваются с тем, что гроб-то пуст, и там только есть пелены, то есть одежды Спасителя, которые были погребальны. И несколько ангелов, которые говорят им «Идите к ученикам и скажите «Христос воскрес!». Вот с этим потрясающим, воистину, божественным лозунгом они возвращаются к ученикам, говорят «Христос воскрес!». И ученики сомневаются, так ли это на самом деле. С того времени мы знаем, что первыми возвестителями нам о спасении стали женщины. И их прозвали мироносицами, потому что они шли ко гробу, неся драгоценные ароматы, то есть масло, которое можно было бы возлить на тело усопшего их учителя. Но вернулись совершенно с другим состоянием мироносица. Мы можем воспринимать уже не как миронесущие, миронесущие, как какое-то масло, а как мир несущий, а несли потрясающий, божественный, самый главный мир – Христос с нами, Бог с нами. И вот об этом празднике сегодня и речь. Целую неделю мы будем говорить об этом, начиная с воскресенья. Семь дней церковь, она чтит женщину. Особенным образом. Причем, если в сравнении с другими культурами и религиями, надо отметить, что само по себе христианство женщину возвело на новую ступень. Оно дало возможности женщине не просто быть где-то позади мужчины. Вот если вспомнить даже творение человека, древнеарамейский текст говорит так, когда Бог сотворил женщину, Он сотворил женщину как помощницу Адама, и Он сотворил ее напротив Адама. Вот, не за Адама. Вот там удивительный такой термин, что женщина стоит напротив мужчины. То есть она в данном случае на той же самой ступени, что и мужчины, и перед Богом они равны. И надо отметить, что вообще у женщин-то жизненно потяжелее, чем мужчины. Ей и матерью быть, и рожать детей, да, и вот мы недавно вспоминали войну, ей и у станка стать, и фронт обеспечивать. Поэтому праздник женщин сегодня уникален, и в каждом храме фактически как-то старается по-особенному выделить женщину и поздравить. Отец Николай, ну есть какие-то традиции, может быть, цвета? Вот я знаю, красный, да, цвет в эти дни пасхальные? Красный – это цвет крови, а кровь – это жизнь. Поэтому красный цвет – это жизнь. И поскольку Христос стал победителем над смертью, то есть даровал нам жизнь вечную, то цвет пасхальный – это красный цвет. Но с праздником Жон Мироносец, конечно, прежде всего, связано воспоминание, как уже говорил отец Иоанна, о том, о их подвиге женском. Поэтому для меня вообще Жон Мироносец является символом очень высокого женского служения миру и Богу. То есть они являются тем образцом, который послужил для женщин будущих поколений, ну, вплоть до нашего времени. Потому и современных, женщин, несущих вот такой мир, с Богом человеку, мир с своими ближними, жизнь несущие, ведь Ео переводится как «жизнь» первой женщины, это современный Мироносец. Потому мы всех женщин поздравляем в этот день. И я в своем романе, который написал о святых Жонах Мироносец, исторический роман, в предисловии поставил стихотворение моего любимого поэта Александра Солодовникова. Мужчины больше философствуют и сомневаются с Фомою, а Мироносец и безмолвствуют, стопы Христа кропя слезою. Мужи напуганы солдатами, скрываются от ярой злобы, а жены смело с ароматами, чуть свет торопится ко гробу. «Людские мудрецы великие в атомный ад ведут народы, а белые платочки тихие собой скрепляют церкви своды». Поэтому то движение за равноправие женщин, которое называют феминизмом, конечно, от лукавого. У женщины свой высокий подвиг. И стараться ее приравнять к мужчинам, как уже сейчас говорил отец Иоанн, и сам Бог уже это приравнял. То есть стараться через то, чтобы женщина стала подражателем мужчин, это унижение женщины. Как давно был написан наш роман? Роман написан в 2009 году. Он имеет уже несколько переизданий, пользуется, так сказать, благосклонно внимательным читателем, чему я рад. Все-таки посвятил я его своей супруге, которая носит имя одной из жен мироносец, Иоанна. Это жена домоправителя Хузы, который у царя Ирода Агриппы был домоправителем. И поэтому Иоанна участвовала в таком очень событии значимом. Она прятала отрубленную голову Иоанна Крестителя, сохранила ее для нас. Вы знаете, что ее у нас в России уже привозили, десницу Иоанна Крестителя и даже главу. Вот это благодаря этой женщине, имя, которое носит моя супруга, ну, больше всем известна Мария Магдалина. Ну вот я нашла несколько имен. Мария Магдалина, Соломия, Иоанна. Да, Соломия, мать двух апостолов великих, Якова и апостола Иоанна Богослова. А, вот Клеопа есть имя такое. Да, Клеопа, но Марии Клеопа. Марии, да. Клеопа – это она по мужу, потому что у ней муж ее был, апостол Клеопа. По мужу, так сказал она? Да, 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 это племянник Иосифа Обручника. Он выдал замуж дочь свою, это Мария была дочь Иосифа Обручника, вот которой обручен был демем Марии. Марии Клеопова, да. Марии там и Яковлево было. Их иногда сводят к одной Марии, но я провел исследование, это две разных Марии. Получается почти так вот шесть человек. Ну, восемь, я восемь насчитал. Но на самом деле число сохраненных имен, не готовших было восемь, их быть могло больше. Ведь мы видим в чтении Евангелия, что это целая группа женщин с Галилеей, которые следили со Христом всех мест, где Христос провел юность, детство. Ну, какие-то имена утерянные, допустим. Да, какие-то. Вот сохранились для нас восемь имен, о которых я подробно пишу. О некоторых, и жен мира Сусани, которые упомянули, мы ничего не знаем. Но имя есть. Имя есть, да, имя есть. Вот, больше всего знает о Марии Магдалине. Но и то это связано прежде всего с ложным пониманием, что Мария Магдалина была блудницей. Этого не было никогда. Ну, многие, как, скажем, художественные произведения. Это традиция от католичества, от Запада. Ложная традиция, когда спутали богословую Марию Магдалину с той женщиной, как блудницей. В Евангелии, которая пришла и омывала, значит, слезами ноги Христа, утирала их волосами, но она не имеет отношения к Марии Магдалине. Ссылается на то, что Мария Магдалина Господь исцелил от семи бесов. Но число семь – это число такой полноты, божествен. Поэтому, когда, говорит, семь бесов было держимо, то есть она была очень тяжело больна. Но ведь не только Мария Магдалина исцелила, мы знаем, что в Евангелии есть намек, что женщины, ходившие за Христом, считавшиеся тоже его ученицами, как и апостолы, многие, сказано, были исцелены им до этого, вот благодарны за это исцеление. Вот их любовь к этому учителю подвигала и за ним ходить. И они как бы служили общине апостолов. Ну, как по-женски, знаете, там вот приготовить обед, постирать, вот рядом быть. Бытовые какие-то такие. Ну, и служили еще имению. Это были женщины не бедные. Потому что Лука, апостол говорит, что они служили своим именем, то есть своим имуществом. То есть они еще принесли в общину свои деньги. Я знаю, что у нас в Самаре есть мощь Марии Магдалины. Да, вот, да, кстати, благодаря отцу Иоанну, который рядом с вами сидит, когда мы открывали храм, он привез с Москвы, с монастыряна, думаю, сам бы это скажешь, частицу мощей Марии Магдалины, которая у нас находится в иконе. Отец Иоанн же эту икону подарил храму. Ну, он сейчас является благочинным, в его благочине входит храм Жены Мироносицы. Ну, думаю, что он это сделал, вот, я думаю, что он был рад, что у нас есть один храм, посвященный женщинам, подвигу женщины. Это правильно, это так? Мне бы это хотелось, да, отец Иоанн, скажите. Ну, было в 2006 году такое пожелание, пожелание доброе строящимся храму, отец Николай Агафонов был настоятель этого храма, сделать какой-то удивительный подарок. И, зная о том, что в Троице Сергея Лаври есть частица мощей Марии Магдалины, мы обратились туда с просьбой, чтобы они нам ее передали для храма Жены Мироносицы, и эта икона с частицей мощей там находится. Давайте посмотрим, как сейчас живет, как строится этот замечательный храм, и где он находится, я думаю, будет полезно узнать всем вам. Небольшой вагончик на пересечении проспекта Масленникова и Московского шоссе окружен цветущей черемухой и березами. В буднее утро здесь светло и тихо. В этом помещении временно располагается приход храма в честь святых Жен Мироносиц. Прихожане трепетно готовятся к престольному празднику. Настоятель храма, отец Сергий, пришел в приход чуть меньше месяца назад. До этого служил в храме святой Татьяны. Молодой батюшка верит, что по окончании строительства горожане с удовольствием будут приходить сюда, в храм с женским лицом, истинно православным. Это будут не просто околоправославные женщины, это будут истинные служительницы и Богу, и людям. Поэтому, скорее всего, мы так планируем, что будет развито какое-то социальное делание. Только женщина может так по-настоящему обогреть, любить, укутать свои заботы. Поэтому я, наверное, думаю, что здесь будет и крупное молодежное движение, и инициативная молодежь нам очень будет нужна. И, слава богу, мы находимся так вот на пересечении и таких вот университетов, как МЕД, аэрокосмические будут поддерживать, надеюсь, меня и госуниверситет мои, вот ребята из моего клуба в прошлом. Вот. Планируется... Мы очень хотим облагородить эту аллею, сделать ее, на самом деле, достойным местом, где бы отдыхали люди под сенью храма, сделать, облагородить и, может быть, фонтанчики поставить и так далее. У меня давнишняя моя мечта, то есть, не знаю, реализуется она здесь или нет, но очень бы хотелось сделать кафе православное, где могли бы быть и социальные какие-то цены, то есть, когда мы бы окормляли, может быть, слои малоимущих, а, может быть, неимущих совершенно, слои населения. Семь лет назад первым настоятелем храма в честь святых жен Мироносец был протеерей Николай Агафонов, человек удивительной судьбы, православный писатель, автор исторического романа «Жены Мироносицы». Многие связывают начало масштабного строительства храма именно с именем отца Николая. Идея создания храма «Жены Мироносицы» она принадлежит мне. Я вышел с такой инициативы к владыке. Владык сразу открикнулся на нее, потому что в этом месте хотели храм строить другой, в смысле, посвященную другим святым. Но я сказал, у нас нет храма, который бы посвящен был женскому подвигу, где бы могли себя чувствовать наши самарянки. Кстати, самарянкой тоже, ее надо называть «Жены Мироносицы». Вот чувствовать бы в том храме, который для них, для души их родным будет. Согласно проектной документации, общая площадь застройки составит 400 квадратных метров. Пятикупольный храм будет состоять из четырех частей – алтаря, центральной части, предела и колокольни. Воскресная школа, молодежный какой-то клуб будет обязательным, именно для того, чтобы мы формировали плеяду своих будущих прихожанок и прихожан-мужчин. Мария Магдалина, Мария Клеопова, Соломия, Иоанна, Марфа, Мария, Сусанна – это те самые женщины, которые затемно поспешили ко гробу Господню, чтобы помазать тело Христа миром. Это они первыми узнали, что Христос воскрес. Частички мощей равнопостальной Марии Магдалины привезены в Самару и строятся Сергиевой Лавры. Каждую пятницу в храме служит самолебен с чтением Акафиста святой Марии Магдалине. Верующие молятся ей об исцелении от страстей, чародейства и о вразумлении. Не все знают, но именно Марии Магдалине спаситель явился впервые после своей крестной смерти. Ну что ж, замечательный, мне кажется, получился сюжет. Я думаю, что если совсем скоро, я надеюсь, это произойдет, все достроится, все будет очень хорошо выглядеть, и мы будем туда ходить и радоваться. Ну а что касается поздравлений женщинам, что могут такие вот отцы, как вы, отец Иоанн, отец Николай, нашим замечательным телезрительницам сказать, может быть, на что-то направить, наставить, пожелать в эту неделю, в этот праздник? Ну я бы прежде всего пожелал любви женщин. Женщина сама насидится любви, но и она требуется любви, заботы, внимания о ней. Поэтому я всем мужчинам предлагаю в этот день проявить особую любовь к своим матерям, женам, сестрам, к дочерям. Увидеть в них носителя вот этого великого дара любви и божественной. Ну и, конечно, как писатель я желаю всем мужчинам подарить в этот день мою книгу, романы «Жен Мироносицы», которые они могут приобрести в храмах, в храме «Жен Мироносицы», в котором вот вы только что были и видели, что он строится. Там книга-то продается и в других храмах. Ну скажите, вообще меняется ли как-то сейчас отношение к женщине? Сама вот женщина меняет к себе отношение? Она, наверное, более самостоятельная какая-то, более независимая. Ей хочется, но где-то в глубине души, наверное, слабая, и хочется защиты, хочется какого-то... Да, она порабощенная заботами. Дело в том, что феминизм, вот этот ложный феминизм, который он женщину поработил. Женщина взяла на себя несвойственные ей функции и несет бедное, подтяжешься эти, падая. А мужчины лежат на диване, с газетой в руках, смотрят свои любимые спортивные передачи. Вот к чему привел феминизм. Женщина должна, у нас так, христианство, женщина наделена великими дарами, например, быть матерью. Это воспитание детей большей функции. А мужчина это обеспечивать материальность, защищать ее. Это воин, защитник, добытчик. Ну вот этого сейчас нет. Женщина и добытчик, и воин, и защитник. Так что женщину нужно пожалеть современную. Она не освободилась. Она пошла по ложам в дьявольском пути. Ох, у нас получается такая интересная подводка к опросу горожан на улицах. Что же они, самарцы и мужчины, и женщины, вкладывают в понятие женщина? Об этом мы узнаем через пару мгновений. Я же хочу поблагодарить отца Николая за то, что вы пришли, за то, что принесли свою книгу. Я думаю, что мы обязательно, мне кажется, этому произведению, этому роману, нужно посвящать отдельную программу и говорить, говорить и рассказывать. Ну, или фильм снимать. Почему нет? Ну, а с отцом Иоанном мы встретимся во второй части программы. Вам, друзья, желаю доброго дня. Не переключайтесь. Когда мне говорят слово «женщина», меня ассоциируется с матерью. Потому что мама – это тот человек, который никогда нас не предаст, к которому мы всегда можем обратиться со своими горестими, бедами, обидами, где мы всегда найдем поддержку, защиту, опору и так далее. Если говорить про женщину-жену, то это, наверное, скорее всего, вторая половинка. То есть тот человек, это тыл семьи, на которого можно всегда переться, положиться. У каждой женщины есть пример настоящей женщины. Это, конечно же, Богородица. И я считаю, ну, каждая православная женщина, наверное, тоже так считает, что мы стремимся ей подражать. То есть это настоящая женщина, которая до конца идет за своим делом, за своим сыном. Прежде всего, это великая мать. И, ну, наверное, вот это самое главное, мне кажется, для женщины – быть настоящей матерью, настоящей женой и до конца быть преданной своему делу. Для меня быть женщиной, наверное, это быть, прежде всего, женой, хранительницей домашнего очага, любящей, верной, поддерживать своего мужа, находиться в тени его славы, в тени его поступков, растить ему детей, поддерживать, любить, быть верной ему до конца. Кто такая женщина? Она такая же, как мужчина, у нее такая же душа. Единственное, у нее есть очень важное, богом данное свойство, оно может чувствовать так, как зачастую не может чувствовать мужчина. Ну что, мы узнали, как наши самарцы относятся вообще к православному празднику «Жен Мироносец» и что они вкладывают в понятие «женщина». Ну, как же мы в этот праздник могли обойти, собственно, самих, хранительниц домашнего очага, женщин, которые несут мир своему дому, мир обществу. Ну, в общем, женщины, которые, наверное, уже реализовали себя в этой жизни и являются примером для многих. Правильно, Отецова? Да, я думаю, что это самое замечательное. Давайте представим наших гостей сегодня. Гости Нина Баринова, добрый день, и Ксения, Маша, кот, добрый день. Добрый день. Ну, вообще для вас, вот, например, Нина, понятие «женщина», вот, реализоваться как женщина, это что в большей степени? Ну, я думаю, что все-таки женщина – это в первую очередь хранительница домашнего очага. Это тепло, уют. Женщина помогает выйти в этот мир новым личностям. Женщина, в первую очередь, конечно, это мама. Ксения, а для вас вот что такое понятие? Я, конечно, присоединяюсь к тому, что сказала Нина. Разумеется, нельзя не согласиться с этим. И для меня еще это поддержка для мужа. Женщина – это жена. Это жена, конечно. Верная жена? Конечно, верная, разумеется. И та, которая может и поддержать мужа, и… Подсказать, наверное. Ну, не знаю. Может подсказать. Может быть, просто быть рядом, а ему будет от этого хорошо, и он будет сильным мужчиной, который является главой семьи. Отец Роман, ну вот мы уже рассказали немного нашим телезрителям о истории праздника. Действительно ли можно назвать этот праздник православным женским днем? Даже более я хочу сказать, это не просто православный женский день. Мне кажется, что праздник святых жен мироносец надо рассматривать с точки зрения, знаете, так глобально, мирового православия. Вот есть такое понятие, как вот мировые ценности. Вот есть мировые православные ценности. И учитывая то, что статистика говорит, что православных людей на планете больше двухсот миллионов, то, ну, половина-то это точно женщины. А у другой половины точно есть мама, да, есть сестры, есть жены, от кого, соответственно, люди черпают в какой-то мере, знаете, ну, как вот просто сын своих родителей. Могу сказать, что для меня мама всегда слово «дорогое» было, потому что тот первый человек, с которого ты начинаешь познавать этот мир. Кто тебе дает основы добра и зла, черное, белое. Да, кто всегда тебя любит, всегда пожалеет, кому ты всегда нужен. А вот с точки зрения непосредственно самого праздника, вот насколько удивительный праздник, второе воскресенье по Пасхе, мы отмечаем этот праздник как День православных женщин, женщин-христианок. Почему? Потому что именно им Господь доверил самую главную радостную новость. Когда пришли ко гробу, где были апостолы, они в страхе разбежались. Вот пришли ко гробу первыми женщины, они, несмотря на страх, на ночь, темно, вот ворота только открыли в Иерусалиме после субботы, первый день это воскресенье. Они бегут, я не знаю как, без фонарей даже, так сказать, находят фактически на ощупь гроб, и им ангел говорит, идите возвестите, он воскрес. И получается, женщины мироносятся, потому что миронесли. Такой термин, на сегодня мы более глобального рассматриваем. Вот они с такой потрясающей новостью идут в мир. Мужчинам говорят, вы знаете, Христос воскрес. И мужчинам-то не верят, надо потрогать. Знаете, вот есть такое совершенно разное понятие. Да, можно сердцем воспринять, а можно все-таки умом. И два апостола бегут ночью тоже ко гробу, это апостол Иоанн Богослов и Петр. И после этого они в сомнении все равно, то, что им сказали, непонятно, где Христос. Его нету. А Мария Магдалина уже сподобилась его видеть, уже Христос ей сказал, что Мария, не прикасайся ко мне, но я тебе явившись, чтобы ты донесла эту новость моим ученикам. И для нас вот сегодня то, что наши женщины, они тоже до нас становятся, носят такие добрые новости. Вот такие, как, знаете, начинается день, да, вот если тот человек, который рядом с тобой, он тебе с улыбкой говорит, доброе утро, это, по-моему, замечательная, потрясающая новость. А когда наши, особенно женщины, вот в России, я считаю, у нас, во-первых, самые красивые женщины, вот, ну, например, вот у нас в студии маленькая Маша, да, ну, просто красотка, вот красавица. Какая мама замечательная, у нас какая гостья замечательная, да вы, Юля, здесь всегда нас радуете на канале ГИС. Вот наши красивые женщины, когда еще несут себе любовь, настоящую любовь, несут радость, мир, доброту, вот, и это все обосновывается не только, ну, просто, как, скажем, каким-то нравственным воспитанием. А для нас очень важно духовными ценностями, так здорово. И наш праздник, он себе приобретает особые черты. Посмотреть на историю праздника, вот, если взять, ну, буквально сто лет назад, что происходило. На праздник святых жен мироносцев целой недели, вот, были, ну, фактически, какой-то мере, такие вот народные гуляния. То есть женщине особое внимание, почет, уважение. Причем, наверное, Россия дольше всех сохраняла отношение к женщине, вот это трепетное, важное. Вот в какой-то мере, вот, у нас, вот, в отличие от других стран, даже, вот, сам по себе термин, да, вот, Родина мать, отчизна, она отчизна, он вроде бы отец, но она отчизна. Вот, а мама, ну, мать сыра земля, да, вот, то есть, связано, церковь тоже, церковь и мать. Вот именно материнское такое же, трепетное. Женская начало, да. Вот, какой важный нюанс, да, вот, сегодня попробуйте где-нибудь в Европе женщину руку поцелуйте, поцелуйте, да у вас за какие-то домогательства могут прожить еще что-то. Да, я видела несколько раз, когда в общественном транспорте какой-то галантный мужчина, выходя на остановки, подает руку женщине, незнакомой, выходящей также из транспорта, просто шарахается с глазами какими-то огромными. Нет, 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 не трогайте меня, я все сама, сама, сама. Ну, вот такое отношение у нас в обществе. Я думаю, что может быть как раз через наших дорогих, сегодня, скажем, о мамах тоже, да, дорогих наших мам, мы можем общество все-таки менять. Ну, знаете, наверное, может быть, не слишком звучит оно как-то, ну, как скажем, сегодня по-современному, да, или несколько, может быть, даже как-то по-менторски, но, мне кажется, можно перевоспитывать общество. Да, да. И тут женщина, ну, спасла страну. А давайте мы сегодня расспросим о наших замечательных героинях, Ксении, расскажите, пожалуйста, немножко о себе, чем занимаетесь, чем увлекаетесь, как вообще жизнь интересно проводите, может быть, какой приходите, в какой храм, расскажите нам, пожалуйста. Мы с Машенькой пришли в храм, именно Маша нас привела в храм, Спиридона Тремяфудского, настоятелем которого является наш батюшка-отец Иоанн. И мы с удовольствием участвуем в строительстве и помогаем храм создавать, да, можно так сказать. Ну, какие у меня увлечения, у меня много разных увлечений. Во-первых, это мои дети, у нас три девочки. Три девочки. Саша, Даша и Маша. Повезло, папе. Да, да, нам очень повезло, это правда. Нарисую мне котика. Вот, сейчас я нарисую котика. Нарисую мне котика. Ну, естественно... Котики появляются в луке. Естественно, котики, да, котики быстро очень. Давай, повторяй. Ну, что еще? Я помогаю моему мужу в его работе, потому что я имею образование маркетолога и помогаю ему в продвижении товаров. Которые он производит. Как давно вы уже вместе? Как муж зовут вашего? Моего муж зовут Игорь. Мы вместе 15 лет. Достаточно долго уже внушительно. Можно так сказать, да. Стесняется Ксения немного о себе рассказывать. Семья... Можно я немножко даже... Может быть, не совсем, конечно, хорошо, но я влезу в вашу беседу. А вот сама по себе Ксения, она до такой степени много талантливых человек, поэтому ей сложно. В этом плане, знаете, вот чем, как дом похож на, знаете, вот дом-сад или город-сад, как говорят, заходишь, это все цветы, разные растения. Ну вот. Причем такой уникум есть. Вот я в свое время, когда с ним познакомился ближе, я пришел, я вот не понял, почему половину дому отдано под цветы? Вот такая любовь к растениям, а самое главное, что дети во всем участвуют, им так нравится, они на лето выносят из дома цветы, вон в саду появляется горшок, который стоял где-нибудь там, скажем, у кровати с этим цветком каким-то. То есть каждый знает, что это за цветок, что с ним делать и как. И вот Ксения, она сегодня для меня очень здоровский помощник в чем? Причем храм действительно строится, но ведь храм это не только стены, это еще и территория, через которые человек приходит. Конечно. А там появляются у нас сейчас, скажем, ландшафты рождаются, на которых у нас сейчас будут появляться деревья какие-то, цветы, газоны. Но это очень важно. Ну вот это вот один из таких вот, мне кажется, замечательных моментов, которые связаны с этой семьей непосредственно Ксении и Игоря. Вот почему Ксения, потому что сегодня все-таки праздник Джон Миранес, мы с ней начинаем. Потом вот три девочки, да, дочери замечательные, красивые, умненькие. Каждый по-своему ребенок, он всегда радует родителей. Вот они очень разные. Я вот бываю, когда в гостях наблюдаю, насколько разные дети. Вот насколько у них разные взгляды на этот мир. Но они, скажем, воспитаны благодаря участию, в первую очередь, мамы. Вообще вот на Руси, наверное, традиция такая есть. Вот некое, скажем, может быть, смешение различных культур у нас все равно дает основное, что женщина воспитывает человека. И от этого вырастают замечательные мужчины, которые сохраняют, защищают страну под воспитанием женщины. Мама воспитывает, как это правильно, вырастает сын защитник. Мама воспитывает, вырастает замечательная дочь, которая стоит дальнейшим мамой тоже. Или учителем, или врачом. Женщина ведь любой профессии сегодня может достигать. Вот когда я с Ксени общаюсь, вот у нее трое детей, но в первую очередь, что? Кажется, вот мама с детьми занимается. А она где-то преподает, она где-то участвует в каких-то делах. Она такая, знаете, бизнес-леди. Когда успевает, что, как. Поэтому вот гости наши сегодня, она не только в плане сегодня многодетная мама, но и просто многоталантливый человек. Это здорово. Сейчас передадим слово и нашей гости Нине. Нина, ну расскажите о себе. Я знаю, что у вас тоже очень интересная жизнь, и вы тоже ходите в замечательный храм на улице Старозагора. Поделитесь, пожалуйста, с нами эмоциями своим. Я прихожанка храма в честь трех святителей, настоятель храма, отец Алексей Гладон. Примерно уже год, наверное, вот я пою в храме на клиросе. Вот, собственно, это мой такой небольшой вклад. Но у нас храм тоже строящийся. И, в общем-то, работы очень много. При храме у нас детский садик «Жемчужинка». И есть группа для детей с ДЦП. Поэтому работы в храме тоже еще очень и очень много. А по образованию я учитель. Закончила Самарский индустриально-педагогический техникум. Расскажите о своей семье немного. Семья у меня небольшая. Муж и двое сыновей. Ну, у старшего сына уже дочка. Вот такая же, как Машенька. Младший сын учится в гимназии. Занимается спортивными бальными танцами. У нас такой противовес. Трое девочек и двое сыновей. Сложно ли как-то воспитывать именно мальчиков? Ну, определенная сложность, конечно, имеется. Дело в том, что мальчики – это натуры, которые хотят все знать, хотят самостоятельно решать какие-то свои мужские проблемы. Я сам. Да, которые мама должна проконтролировать обязательно, чтобы не было лишних царапин, ссадин и неприятностей. Ну, а хочется, допустим, спросить. Вы как-то семьей собираетесь, допустим, говорите о каких-то там ценностях духовных? Может быть, какие-то у вас праздники есть, какие-то моменты? Вместе ходите в храм, допустим, как-то еще проводите время? Если это каких-то духовных ценностей, то, вы знаете, я скажу честно, что сама я начала. Мы, в общем-то, все христиане, но не все посещают храм так, как это должно. Мы просто все верующие изначально. И вот я начала в храм ходить так, как хотелось бы, благодаря своему младшему сыну. Потому что, опять же, в нашем храме открылась воскресная школа, и он еще, будучи маленьким, шел по улице и читал. Мама, что здесь написано? Я говорю, ну, читай. Воскресная школа, я хочу в нее ходить. Ну и, соответственно, мама присутствовала на занятиях и вот таким вот образом вносила некую лепту в воскресной школе в занятия с детьми. И потом в воскресной школе детям говорят о правильном поведении в храме, о том, как вообще должен жить христианин. Я поняла, что вообще-то вот детям говорят, а я не хожу каждое воскресенье на литургию. Каждый православный христианин все-таки должен посещать воскресную литургию. Вот, и я бы сказала, что, наверное, благодаря детям я стала настоящей, хочется думать, христианкой. Вот. Ну, муж мой тоже верующий человек и по возможности тоже приходит в храм, старается как-то помогать. И отец Алексей у нас ведет очень большую просветительскую деятельность. Он организовал курсы для взрослых, где разъясняет, можно задать любые вопросы священнику, которые волнуют. Ну, это сейчас важно, потому что люди как-то вот, многие крещеные, но даже праздников не знают. Наверное, это вот один из больших плюсов. Да, да. И я, конечно, очень благодарна отцу Алексею, что он ведет вот этот вот просветительский курс. И вместе с ним мы много посетили источников святых, святых мест, то есть много где побывали. То есть мы прям всей группой выезжаем на автобусе по святым местам. Ну что ж, к сожалению, время нашей программы подходит к концу. Хочется поблагодарить вас, дорогие мамы, дорогие наши героини. Поздравить вас с праздником. Ну а вам, дорогие наши телезрители, пожелать всего самого доброго. Ну и, наверное, такое вот небольшое заключительное слово на минутку предоставим отцу Иоанну. Дорогие наши женщины, вот сегодня праздник, Жон Мироносец, целую неделю празднуем. Дай бог, чтобы целую неделю мы с вами могли об этом вспоминать, а наши близкие нас могли поздравлять. Не важно, сколько вам лет. Может быть, как Маше три года кому-то, и кто-то только начинает свою жизнь и понимает, что вот все-таки он отличается. Просто чем маленький ребенок там как-то просто живет, вот сейчас девочка уже становится. Кто-то, может быть, из вас достиг того возраста, когда кажется перед глазами прошел весь 20 век, вот преклонных лет, кто-то в полном расцвете сил, кто-то учится, кто-то работает. Мое пожелание, не забывайте о том, что предназначение женщины, оно свято и уникально. Женщина, она действительно мир несет нам, и поэтому в праздник Жон Мироносец еще раз вас поздравляем. И пускай в вашем сердце тоже горит вот этот важный для нас всех призыв. Христос воскресе! Всего доброго! Воистину воскресе! Всего доброго! До свидания! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова